Спасибо большое, друзья! Спасибо, Мария Илья Кухмаш. Без тебя этого проекта не было бы. Спасибо тебе за все. Я хочу поблагодарить участников нашей съемочной группы. Вот мы на выходных показывали фильм в Костроме, в Ярославле. А здесь сегодня в Москве, прямо в зале, находятся люди, которые принимали участие в работе над фильмом. Здесь, и я попрошу, когда буду называть имена этих людей, встать. Здесь Михаил Бень, режиссер монтажа. Миша. Алексей Диченко, оператор-постановщик, как всегда предусмотрительно вставший в самый задний угол. С тебе и вставать не нужно. Евгения Жегло, ассистент исполнительного продюсера. Жень, спасибо огромное за помощь с архивом. И всех-все-всех, кто сегодня здесь, кто не смог сегодня прийти. Мы этот фильм снимали в Костромской области, в Костроме, в Москве, в Иерусалиме, в Герцлии, в Вашингтоне, в Монреале. Надеюсь, что ничего не забыл. Поэтому большое количество людей по всему миру было задействовано. Я хочу сказать спасибо им всем. И отдельное спасибо хочу сказать автору идеи, автору первоначальной идеи этого фильма, человеку, который дал мне возможность ее реализовать, Леониду Борисовичу Невзгляну. Он, как вы понимаете, здесь с нами не присутствует, но большое ему спасибо. Ну и, конечно, моя главная и первая благодарность герою. Мы с отцом Георгием формально знакомы уже достаточно много лет. Нас знакомил в Вашингтоне в свое время отец Виктор Потапов, которого тоже здесь увидите на экране. Я прочитал все его книги, читал интервью, статьи, комментарии. Но по-настоящему смог узнать, познакомиться с ним вот только за эти полтора года, за время этих съемок. Всегда буду очень признателен за эту возможность. И очень хочу надеяться, что мы в нашем фильме смогли показать, передать этого замечательно светлого человека. Это человек, который всю свою жизнь не соответствовал стереотипам. Несоветский человек в советском обществе, ценитель свободы, который очень не любят, когда его называют диссидентом. Поэтому я сам буду воздерживаться от этого слова и очень прошу всех последовать моему примеру. Сельский священник, которому вернул приход президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. И сын которого является высокопоставленным израильским политиком. Одним из самых высокопоставленных русскоговорящих политиков в истории государства Израиль. Человек, который всю свою жизнь считал своим долгом говорить правду. И о государстве, которое преследовало за веру. И о церковных иерархах, которые в этих преследованиях соучаствовали. Человека, который считал и считает своей обязанностью не молчать. И, собственно говоря, название фильма возникло само собой и родилось очень быстро. Отец Георгий, спасибо вам огромное за все и прежде всего за ваше терпение. Коллеги здесь присутствующие, кто имеет отношение к телевизионной профессии, знают, что это такое. Вот эти изнуряющие многочасовые интервью, проходы, проезды. И дома, и в церкви на службе, и в самолете, в машине. В селе Карабаново на морозе, когда руки сводило от холода и пар шел изо рта. И в Иерусалиме на палящей жаре, да почти невыносимо было сидеть. Отец Георгий все это выдержал. Отец Георгий, спасибо вам огромное. И спасибо большое организаторам нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего показа. Для нас было важно начать в этот раз не с Москвы. Премьера прошла в минувшую субботу в Костроме. Отец Георгий служит в Костромской области. Потом был показ в Ярославле. И вот вчера вечером мы приехали в Москву. Сегодня эта встреча здесь в Сахаровском центре. У нас не было вопроса, где мы бы хотели провести эту встречу. И хочу выразить огромную благодарность директору Сахаровского центра Сергею Лукашевскому и Марии Куландо и Илье Фиглину за помощь, поддержку организационную, техническую с организацией нашей сегодняшней встречи. Спасибо огромное всем вам, всем, кто сегодня пришел. Очень рад видеть столько знакомых и незнакомых лиц в зале. самых маленьких до самых больших. И перед тем, как мы включим фильм, а после показа фильма, как вы знаете, отец Георгий будет готов общаться, поговорить, ответить на любые ваши вопросы. Но перед фильмом я хочу попросить сказать несколько слов Марии Улекух, исполнительного продюсера нашего фильма. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, давай, выключай свет. Нет, выключай свет. А, хорошо. Добрый день. Я правда очень рада. Я очень рада, что все пришли, и что... Мне немножко страшно, поэтому я буду заикаться. Но я надеюсь, что вы все посмотрите и увидите то же, что увидела я, потому что мне показалось, что это разговор с Богом. Это такой удивительный фильм. Каждый, кто смог и как умеет из тех, кто делал этот фильм, поговорил. И задумался. И, конечно, я очень рада, что отец Георгий здесь. И я думаю, что вот как раз после фильма мы все от него и услышим. И я в том числе. Давайте кино смотреть. Друзья, спасибо большое еще раз за то, что пришли. Сейчас я передам микрофон отцу Георгию Дельштейну. Небольшая такая организационная ремарка. Мы вот вчера, когда отца Георгия везли из Костромской области, мы привезли несколько его книг. Вот те, что вы видели в фильме «Право на правду». Их, если я не ошибаюсь, даже в интернет-магазинах нет. Но вот мы привезли они и здесь. Если будет желание их купить, то по 500, да, они, по-моему, продаются. Да, и все пойдет на добрые дела. Да, там приход Карабановский. Дом престарелых содержит и детскому дому помогает. В общем, все пойдет в хорошее и правильное место. Вот, а пока отец Георгий, передаю вам микрофон. И заранее готовлюсь к тому, что отец Георгий нас с Машей сейчас начнет ругать, как уже было на предыдущих показах. И вас еще подругает за то, что вы ему только что поаплодировали. Отец Георгий. Прошу прощения, мне трудно держать. Да, микрофон. Ну, Володь, милый, я ругаться не умею. И я не думаю, что здесь найдется хотя бы один человек, который скажет, что я его когда-то где-то обругал. Не поповское, не священническое – это дело. И у меня такая просьба, знаете, ну, хотя я по первой профессии или по второй профессии лектор, но мне бы не хотелось читать лекцию. Если позволите вопросы, и если кому-то что-то интересно, то я с радостью на любые ваши вопросы отвечу. Маленькая только просьба, ну, поменьше комплиментов, если можно так сказать. Мне бы очень хотелось поблагодарить и Володю Карамурзу, и Машеньку, я не знаю, ну как, Марию. И человека, который дал деньги на этот фильм, вот его я несколько раз ругал. Я говорю, зачем такие деньги тратить на фильм? Отдал бы мне эти деньги, я бы действительно нашел в нашем государстве, куда эти деньги потратить. Необходимо восстанавливать храмы, необходимо больницы, потому что у нас больницы сельские, деревенские, закрываются. В нашей Костромской епархии, я не знаю, я думаю, что ни одной уже деревенской больницы не осталось. Ну, детские дома закрываются, мало ли куда. К священнику обращаются десятки людей. Ребенок болен, там еще кто-то болен. Я говорил, что я найду применение этим деньгам, но поглядевши на себя, какой я хороший. Я, Леониду Борисовичу, очень благодарен за то, что он все-таки нашел Володю, а Володя нашел Машу. Так было? Нет, Володя? Вот. Мы родственники, отец Георгий. Как по ДНК-тесту выяснилось, Маша моя четвероюродная сестра, но мы это узнали же после того, как мы начали работать. Ну, во всяком случае, фильм сделан. И больше всего, наверное, благодарен всем, кто сюда пришел. Многих людей я годами не видел, а сегодня все-таки увидел. Я очень благодарен своему собрату, который приехал из Оренбургской епархии, приехал с женой, приехал с сыном Александром. Большое спасибо, вот еще раз повторяю, Христос среди нас. Ну, не один священник есть, священник, который вместе со мною был рукоположен архиепископом Хризостомом. Он служит сейчас здесь, в Московской области, в одном из мест. Еще раз большое спасибо всем, кто пришел. Благодарю вас. Так, друзья, просто руку поднимайте, если какие-то вопросы, комментарии любые. Николай, Николай Формозов. Для полной честности, как принять в таких случаях, мой крестный отец. Отец Георгий, я с большим интересом услышал, что вы были знакомы с Борисом Валем. Это был замечательный человек, я тоже его знал в последние годы. Вы не давали... Расскажите об этом человеке и о вашем знакомстве, и что было за дело, это третье дело Валя было, когда вы не давали показания. Про Бориса Валя рассказать. Я был, да, я был студентом, но я начинал учиться в Курском пединституте, сижу на окне, читаю Ницше, идет какой-то шкет по коридору. Ха, ты чего тут читаешь-то? Ты знаешь, кто такой Ницше? Он меня спрашивает. Так мы познакомились с учеником девятого класса одной из курских школ Борисом Борисовичем Валем. Потом я уже заканчивал в Петербурге институт иностранных языков, а Борька Вайль поступил в Петербурге на первый курс. Потом несколько раз в письмах он просил меня, может быть, где-то я смогу купить для него пишущую машинку, потому что они, пять или шесть сопляков, хотели построить в этом государстве коммунизм с человеческим лицом, или еще как они там назывались. До последнего дня своей жизни Борька Вайль остался твердокаменным социалистом, о чем мы с ним незадолго до его смерти спорили. Потом этих строителей собрали на Литейном проспекте в Ленинградском филиале Комитета государственной безопасности. Я тогда жил в Крыму, и меня на казенный счет привезли из Крыма, из Ялты, в Петербург, который тогда назывался по-другому. И три или четыре дня меня на Литейном проспекте допрашивали, где я с Борькой познакомился, что я делал и так далее. Но главный вопрос был, Борис дал показания, что когда меня привлекали в антисоветскую организацию, я сказал, да меня уже два раза привлекали в другие организации, а я отказался. Так вот вопрос был, а в какие организации вас привлекали? Я говорю, я не помню, наверное, не привлекали. Последний день очная ставка. Борис говорит, да, говорил. Следователь обращается ко мне. Я говорю, не помню. Ну и так далее. Если вас интересует, я с удовольствием вам еще час буду рассказывать. По-моему, о таких людях, как Борис Борисович Вайль действительно можно и нужно бы снимать фильмы. Но главное, что мне хочется сказать, что о мужчинах знают очень хорошо, а вот о женщинах почти никто и ничего не знает. Давайте посчитаем, сколько героев в 19-20 веке мужчин и сколько героинь их жен, дочерей. Кто знает о женах священников? священников арестовывали. То ли они в лагере сидели, то ли их расстреливали. А их жены, которые оставались, о них же никто не знает ничего. Это были подлинные героини. Мне приходилось в епархиальных архивах читать письма, когда эта женщина пишет, я осталась одна с шестью детьми, где наш отец священник. Мы не знаем на всех детей одно пальтишко или один тулуп и одна пара сапог. Кормить детей нечем и обращаются к епископу или к патриарху. помогите чем-нибудь. Ни на одно из этих писем никогда никто не ответил и ни одно имя этих женщин никто не знает. И до сегодняшнего дня я не знаю ни одной книги о женах вдовах этих священнослужителей. Я умоляю всех здесь присутствующих все, что вы можете сохранить память об этих подлинных героинях, которые действительно спасали веру, спасали церковь. Почему я это говорю? Борька Вайль очень хороший человек. А что делает сегодня в Копенгагене его вдова? Ираида всю жизнь свою отдала Борьке, а сегодня она всеми забыта. Благодарю вас, господа. Друзья, он включен? Алло. Друзья, это, наверное, представляетесь, раз нас записывают. Андрей Шитов, журналист, я сам могу представить. Ну, дальше дальнейших прошу. Мы давно знаком с Володей. Андрей Шитов, журналист. Два вопроса, один вопрос с организатором, для кого, собственно говоря, для чего снимался фильм, где вы его будете показывать, и второй отцу Георгию, видите ли вы какую-то разницу в настроениях вашей паствы тогда и теперь? Грубо говоря, как меняются наши люди на ваших глазах, в какую сторону считаете ли вы, что они меряются в правильную сторону? Спасибо. Андрей, спасибо огромное за вопрос, очень в двух словах отвечу. Главное желание было, оно причем как-то давно было не оформлено, и вот когда появилась возможность, я сразу схватился просто показать этого удивительного светлого человека людям, которые его не знают. Вот мы когда в Костроме в субботу показывали фильм, там, наверное, две трети, если не больше людей, которые сидели в зале, они знали отца Георгия лично. Вот Ярославля показывали, может, половина, может, чуть меньше. Вот здесь, в Москве тоже достаточно много людей. Вот будем показывать в Питере после Нового года. Не знаю, сколько там будет, отец Георгий, если не ошибаюсь, в Петербурге с 1957 года не был, вот с того допроса по делу Вайля как раз. А дальше есть планы сделать международные версии. Будет переведен на английский, будет переведен на еврей, будем показывать в других странах. То есть просто вот такое желание показать этого человека как можно большему количеству людей, тех, кто его не знает лично. И понятно, что фильм, естественно, это проект некоммерческий, он будет выложен в открытый доступ, как только мы проведем все эти публичные показы. Вот пока запланированы три из которых, вот этот третий, вот попробуем в следующем году в Петербурге, несколько международных, и потом любой желающий сможет этот фильм в тех языковых версиях, которые он будет в интернете открыть и посмотреть. Спасибо за вопрос. Я не знаю. Я вообще не очень верю, что люди меняются. Но я думаю, что сейчас люди лучше не стали, да не обидятся здесь присутствующие, по-моему, стали хуже. Почему? Вот у меня в соседнем селе была бабулька Анастасия, которая каждый праздник ходила в храм за 15 километров, пешочком ходила. И когда её кто-то пытался подвезти на машине, она говорила, да нет, я же головёшка такая вонючая, хотя бы я что-нибудь для Господа сделаю 15 километров в один конец 15, в другой во время службы стоит на ногах, никогда не сядет. Сегодня я такую головёшку в своём храме не вижу. Я думаю, что чем больше гонения на религию, тем же живее религия любая, но в первую очередь, ну, во всяком случае, то, что я знаю, в первую очередь христианство – годы высшего расцвета. Христианство – это годы мученичества, исповедничества. Поэтому я с таким уважением отношусь к священнослужителям, которые стали служить в годы советской власти, когда это никому не было выгодно, когда люди шли, ну, не побоюсь сказать часто, на мученичества, но особенно, повторяю, их семьи. Я, если я восстанавливаю где-то храмы, если мне Господь приводит, то, как правило, я прошу у правящих архиереев разрешение осветить эти храмы во имя новомучеников и исповедников российских. Я очень благодарен сегодня одному многолетнему моему другу, который подарил мне сегодня книгу о петербургском митрополите Вениамине и Архимандрите Сергии Шейне двух мирянах, я не люблю словом, прихожанин и так далее, Юрии Новицком и Иоанне Ковшарове, которые были расстреляны в 22-м году по делу об изъятии церковных ценностей. Храм, в котором я сегодня служу в селе Карабаново Костромской епархии, это храм во имя этих четырёх новомучеников. В прошлом году мы осветили храм в нашей же епархии на берегу Волги, это храм во имя митрополита Кирилла Казанского и митрополита Иосифа Петроградского. Повторяю, я очень и очень высоко чту память новомучеников и исповедников российских, людей, которые дали нам возможность сегодня здесь собраться, дали нам возможность молиться. они были антисергианами. Благодарю вас. Пожалуйста, можно идти попросить микрофон сюда в первый ряд. Валерий Борщов, сопрецатель московской хельсинской группы. Кого знаю, буду представлять сам. Спасибо. Ну, отца Георгия я знаю 40 лет и в 70-е годы вместе с отцом Глебом Якуниным и другими представителями религиозного движения мы отстаивали те принципы, о которых сейчас говорит отец Георгий. Я благодарен Володе за фильм. Благодарен. Это, конечно, одна капля, но она настолько яркая, настолько значительная. Вот отец Георгий не любит, что его называют диссидентом. Ну, правильно, но это даже была целая плеяда священников. Вот я был в приходе отца Дмитрия Дудко, отца Александра Мения, был Сергей Желудков, Севолод Шпиллер, был еще Иоанн Крестьянкин. Ну и так далее. То есть было религиозное движение. И вот то, что отец Георгий пришел и стал священником, это очень его укрепило, это движение. И потом мы дружили с отцом Георгием, с отцом Глебом и в 80-е годы. Отец Георгий, спасибо вам, спасибо за вашу жизнь, за вашу деятельность, за верность принципам, которые вы выработали, обязанность не молчать. Это полезно услышать и дай бог, чтобы вашему примеру последовали другие. Спасибо вам, отец Георгий. Спасибо, Валерий Васильевич. Да, я должен добавить, что можно не только вопросы, но и комментарии, реплики, как только что сделал Валерий Борщев. Так, пожалуйста, если есть еще желающие. вот здесь во втором ряду, вот во втором ряду. Ага. Спасибо огромное. Спасибо, отец Георгий, спасибо, Владимир и вся группа фильма. Отец Георгий, благодарю вас за слова новобучника, которые сказали, радостно ощущать созвучность с этим. Да, меня зовут Федор Пономарев, я церковный служитель. У нас с супругой четверо детей, мы перестели в честь новобучников. И тоже очень большую любовь и особое чувство испытываем по поводу этих людей, благодаря которым, молитвами которых, наверное, у нас возродилась вообще церковная жизнь. И согласен с совершенцерковь, наверное, не надо спасать, она наоборот нас сама спасает. Вопрос мой очень простой. Вот, искал информацию, согласно сайту вашего храма, вы не настоятель, есть настоятель в храме, вы второй священник. Расскажите о том, как вы служите, как часто вам удается самому служить литургию и какова приходская жизнь вашего храма в Карабану? Спасибо. Простите, представьтесь, пожалуйста. Федор Пономарев. Вы Судлива Александровича, если я правильно понимаю. Я не второй священник, я заштатный священник. Меня почислили несколько лет назад за штат, но я не думаю, что у Господа Бога есть отдельный гроз бухи для служащих и неслужащих. Священник и священник. Каждый день, когда служба, я прихожу в 7 часов утра в храм, все готовлю к службе, приходит человек, который там сейчас служит, отец Иоанн, читаем входные молитвы, облачаемся, он обычно совершает проскомедию, у меня дрожат руки, и я проскомедию совершать, если могу, то с большим трудом, делаю это, когда он в отпуске, ну, вот и все, служим вместе, то есть один раз, вот скажем, если в день Николая Чудотворца буду служить я, то в воскресенье 22-го числа будет он, а в следующий воскресенье я, ну, и так далее, вот и все. У нас очень хороший митрополит Костромской, он на это смотрит, опять же, благожелательно, ну, служишь и служи, единственное, что он не разрешил, он не разрешил освящать храм во имя митрополита Иосифа Петроградского, уж очень ревностный был противник митрополита Сергия Острогородского, ну, опять же, это его то ли личное убеждение, то ли не знаю, не моё дело, но повторяю, я очень благодарен как угодно судьбе или Господу Богу, что мне всю жизнь пришлось служить по домофорам очень и очень хороших не боюсь этого слова архиереев спасибо так, спасибо если еще Валентин Михайлович Гефтер Институт прав человека Отец Георгий я тоже не буду скрывать, что мы знакомы и хорошие знакомые и мой вопрос связан с тем, что я вот в Володином фильме увидел такой момент связанный с тем, что вам близок в какой-то степени Иван Ильин и я хотел поэтому спросить а как вы относитесь к идее и практике ненасилия то есть неприятие сопротивления злу насилием я хорошо знаю его книгу я не толстовец я думаю что Лев Николаевич Толстой извратил и грубо извратил учение Христа я не смогу сейчас пересказать всю книгу Ивана Александровича я сторонник противления злу насилием ну то есть если была Вторая мировая война и человек не хотел с оружием в руках воевать против национал социализма я не думаю что это дело христианское вопрос вопрос о противлении злу силой или насилием я думаю что вы знаете это был крещен князь Владимир светлое солнышко и понял что в Киевской Руси никого преследовать нельзя развелись в Киевской Руси разбойники проезду никому не давали и киевские епископы попросили князя Владимира сказали что ты христианин очень хорошо но одновременно ты должен помнить что ты князь и что ты обязан добрых миловать а злых наказывать вот здесь сидят мои близкие друзья близкие родственники в том числе и вдова такого Геннадия как Шиянова вот мы с ним на эту тему жаль Валентин что вы не могли присутствовать мы с ним не знаю неделями спорили он тоже был сторонником Льва Николаевича Толстого доказывал что нет насилием ничего не достигнешь действительно достигнуть невозможно но понимаете это отдельная тема вот прошу прощения за такое долгое Анна Андреевна Ахматова я думаю в своем самом известном реквием пишет и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами под шинами черных морозь и я не думаю что Анна Андреевна была права муж в могиле сын в тюрьме а сама Анна Андреевна не может понять простую вещь что Русь не была безвинной если расстреляли Тухачевского Якира Убаревича Гомарника они что были безвинные они сегодня реабилитированы но это же все негодяи был расстрелян Генрих Ягода потом был расстрелян Ежов они что безвинные если сегодня мы каждый раз говорим ах ах коллективизация сталинские преступления голодомор 29 30 умирали миллионы а эти миллионы крестьян как стали кулаками как стали зажиточными христианами где они взяли землю в 905 6 7 сколько было сожжено барских усадеб сколько было изнасиловано дочерей священников потом естественно гражданская война и опять кто выиграл гражданскую войну крестьяне которые встали на защиту советской власти потому что Владимир Ильич залез на броневик и кричал землю крестьянам заранее зная что он землю крестьянам никогда не даст так вот люди которые захватили барскую помещичью землю в 29 30 напоролись на голодомор и сами умирали тысячами это к вопросу противления злу насилием если мы люди молчим то господь карает в том числе и российское крестьянство которое не поверило столы пину а поверило ленину за что боролись а валентин но у нас не предлагает формат возможности ответа поэтому можете продолжить разговор после закончания окончания официальной части пожалуйста третий да если не ошибаюсь ряд с той стороны и представьтесь пожалуйста спасибо большое Александр солдатов портал кредо отец георгий наш давний автор и мне очень отрадно было увидеть такой теплый добрый фильм который даже так сказать боевой характер отца георгия может быть недостаточно открыто и прямо передает но тем не менее мы получили заряд такой благодатной можно сказать энергии от этого фильма а вопрос мой касается сергианства вот отец георгий занимает абсолютно непоколебимую позицию и позволяет как бы не отождествлять всю рпц сергианством но вот не кажется ли вам что то сергианство о котором мы обычно говорим как бы застенчивое стыдливое в фильме упоминается о том что рпц никак не ответила на расследование комиссии верховного совета о сотрудничестве иерархов с кгб что вот это традиционное сергианство ушло в прошлое сейчас наоборот принято героизировать это сотрудничество принято награждать генералов кгб которые курировали церковь церковными орденами принято самим иерархам так сказать говорить о своем сотрудничестве как о патриотическом служении вот согласны ли вы что традиционное сергианство ушло в прошлое сейчас мы вступили в какую-то другую фазу этого срастания церкви государства ну и если можно какое событие 19 года для вас стало самым важным самым главным конец года сейчас вот хотелось бы услышать такой небольшой итог этого уходящего года спасибо саш если можно повторите потом вторую часть вопроса первое сергианство я критикую если можно если подходит это слово сергианство почему митрополит сергий восстал против соловецких мучеников соловецкие мученики написали так называемое послание правительству ссср который диаметрально противоположно декларации митрополита сергия я готов подписаться под каждым словом соловецкого послания и категорически отвергаю декларацию митрополита сергия еще более ревностным сергианцем был уже совсем недавно митрополит никодим ротов духовное чадо которого сегодня святейший патриарх московский митрополит прошу прощения патриарх кирилл делает все что в его власти чтобы возвысить память о митрополите сергий и о митрополите никодиме ротове совсем недавно в арзамасе где родился сергий был устроен такой малый церковный собор 55 ныне здравствующих архиереи в русской православной церкви во главе с первым иерархом патриархом кириллом освящали памятник митрополиту сергию строгородскому ежегодно проводятся какие-то чтения в память митрополита никодима ротова я думаю что нельзя требовать ни от кого и никогда героизма исповедничества поэтому я не осуждаю никогда не скажу ни одного слова в осуждение сергианцев которые жили при осеве виссарионович любого могли послать в любой день на лесу по вал или поставить к стенке но я очень я не знаю какое слово воздребить но осуждаю сегодняшних наших иерархов которым бояться нечего их никто не пошлет на лесу по вал их никто не поставит к стенке а мы сегодня саша остаемся сергианами до мозга костей беда ведь не в том что митрополит сергий в двадцать седьмом году что-то сделала беда что мы сегодня продолжаем врать назовите мне имя хотя бы одного церковного историка который говорит правду частично очень умеренно говорит в санкт-петербурге профессор протоиерей георгий митрофанов но если он в полный голос скажет правду того из петербургской академии выгонят завтра если он сегодня себе это позволит поговорите с профессором протоиереем московской духовной академии владиславом цыпиным чья книга является официальным учебником для всех наших духовных семинарий священник который здесь присутствует из оренбургской епархии издавал историю русской церкви двадцатого века по владиславу цыпину эта книга лживая сегодня наша министра я не знаю то ли она просвещение то ли науки Ольга Юрьевна Васильева по образованию историк доктор исторических наук профессор лжет в любой статье в любом интервью лжет она официально заявляет что десятилетие сорок третий пятьдесят третий год было золотым десятилетием русской православной церкви я думаю Саша вы лучше меня знаете что в это десятилетие каждый год в концлагерях расстреливали не менее четырехсот сорок третий сорок четвертый год не менее четырехсот священнослужителей расстреливали почему а вы признаете митрополита сергия патриархом а сорок пятого года а вы признаете алексия семанского патриархом да направо нет налево кто об этом сегодня говорит кто говорит о том что Сталин создал для себя так называемую московскую патриархию почему когда создатель этого фильма обратился в патриархию то ни патриарх Кирилл ни митрополит Иларион Алфеев не пожелали сказать что-нибудь не надо меня хвалить ни в коем случае но участвуйте в этом фильме и скажите что фильм лживый что это неправда опровергните хотя бы одно слово здесь же говорится дорогом их сердцу сергианстве так вот попросите патриарха Кирилла сесть вот здесь напротив и давайте мы с ним поговорим о сергианстве мы с ним сидели в редакции журнала огонек при коротече сидели я не помню Валера вы были тогда там и беседовали о сергианстве еще раз повторяю беда не в том что лгал митрополит серги беда в том что мы сегодня совещеннослужители русской православной церкви или открыто лжом или молчим я это заявляю с полным с полной ответственностью за свои слова благодарю вас господа убедительно прошу не хлопайте володя уже я вас предупреждал я не актер но главное событие а я не знаю я не я думаю что то что я смог в храме во имя новому учеников Кирилла и Иосифа которых расстреляли в один день и бросили в одну и ту же яму что я смог совершать божественную литургию в этом моем домовом храме я я не знаю а что еще я три или четыре месяца прошу прощения не включал телевизор может что-то за это время происходило я очень вам благодарен Саша что вы написали мое письмо по поводу этого письма 182 или трех священнослужителей которые просили о снисхождении к участникам я не знаю московской демонстрации или чего-то я послал письмо в как он там как называется это а православие и мир правый мир я им отправил они три дня подержали ведь письмо было напечатано в правомире я туда и написал но они молчат я отправил кредору благодарю вас что вы его напечатали так если не ошибаюсь вот уместный вопрос как раз от одного из участников тех самых московских протестов александр соловьев общественный деятель бывший кандидат депутата московской городской думы настоящий александр соловьев не тот который сейчас сидит московский спасибо вам большое за эту возможность поговорить с вами я и и спасибо за это письмо да разумеется это это было очень важно летом и во время второго ареста я читал об этом новости и меня это очень воодушевило и насколько я знаю это очень сильно эмоционально помогло тем у кого серьезные последствия были тем из демонстратов кто был тогда в СИЗО я раз уж заговорили про патриарха кирилла я очень коротенький хотел вопрос задать правильно ли я понимаю что ну я где-то слышал но не видел подтверждений что этот человек который называет себя патриархом тоже служил в кгб или по крайней мере оказывал какое-то содействие может быть знаете вы какие-то факты и не приходилось ли вам как-то пересекаться может быть отдаленно с ним может быть есть какие-то интересные факты я не знаю из из прошлого об этом спасибо он не он не называет себя патриархом а он патриарх он законно рукоположенный архиерей русской православной церкви предпринимались попытки заявить что московская патриархия безблагодатна об этом говорил в частности митрополит Иосиф которого я сегодня несколько раз упоминал кирилл патриарх и поэтому на каждом без исключения богослужение которое я провожу великое к тени мы поминаем имя великого господина и отца нашего кирилла святейшего патриарха московского и всея руси на великом входе мы поминаем нашего патриарха я думаю что это неправильно кто такой патриарх патриарх это епископ столичного города по учению православной церкви все епископы равны между собой так меня обучали в московской духовной семинарии которую я окончил восемьдесят четвертом году я думаю что точно так же обучали и моих собратьев все епископы в равной мере наместники святых апостолов и епископ города москва это тоже епископ такой же епископ как в калуге тамбове или в оренбурге просто епископ в этом отнош в этом отличается или этим отличается православие от католичества патриарх патриарх любого города равен патриарху любого другого города он первый по чести так же как патриарх константинопольский первый по чести среди всех других патриархов но не более того с патриархом кириллом мне довелось встречаться я уже говорил в редакции журнала огонек мы очень мирно сидели за столом беседовали пока Андрей бессмертный не употребил слово сергианство тогда митрополит может он даже был архиепископом громко хлопнул по столу стал кричать дальнейшего обсуждения не получилось слово сергианство действует на кирилла как красная тряпка на быка ну может быть некорректное не очень вежливое сравнение но я еще раз повторяю не хочет патриарх может послать любого человека не хочет митрополит иларион может послать любого человека я готов в любой день и в любой аудитории встретиться с любым защитником сергианства митрополит хотя это очень плохой термин ну принято защитникам сергианства и доказывать что это главное зло которое существовало может быть во всей двухтысячелетней истории нашей русской православной церкви а его связи с кгб известно что а это меня тоже не интересует ну поймите простую вещь что это никому не интересно а понимаете почему священнослужителей привлекали в кгб тайными сотрудниками потому что мы продавали свою душу дьяволу душу нельзя продать на 15 17 или 19 процентов душу можно или сохранить или продать продать целиком так вот для этого нас привлекали в тайные сотрудники мы не могли рассказать ничего что интересовало сотрудников кгб их интересовали только наши души это была одна из форм антирелигиозной работы пропаганды вот и все так пожалуйста если можно девушка в третьем ряду в центре подготовиться александру подробиннику как говорили на съездах народных депутатов отец георгий представьтесь пожалуйста спасибо анна я бы хотела вы в фильме было показано что ваш сын исповедует иудаизм вы христианство а я вообще хотела бы узнать ваше отношение к разным верованиям потому что часто в церкви встречаешься с тем что христиан как сказать христианский священник говорит что ну допустим мусульмане это плохо да или в мусульманских мечетях говорят что там неверно и так далее и вообще очень много разных религиозных столкновений в мире за из разных точек зрения верований вот как вы относитесь к тому что очень много разных верований есть и как они между собой должны по вашему мнению сосуществовать спасибо когда я вошел сюда ко мне подошел человек и сказал что он лютеранский епископ вы здесь сейчас нет нет ушел наверное по каким-то причинам что я ему сказал он мой собрат во христе как я отношусь к другим ну скажем направлением христианства никак не мое дело кто баптист кто пятидесятник кто католик кто литеранин и так далее это дело того человека который избрал ту или иную форму христианства как как я отношусь к иудеям никак люди исповедующие иудаизм это их дело они избрали иудаизм кто-то избрал магометанство по каким-то причинам ну и что я каждый раз говорю что дело каждого человека это избирать то или иное мировоззрение ту или иную религию я не знаю сколько я опять же на счетах не считаю но я думаю что минимум девяносто процентов граждан страны в которой я живу это агностики люди которые не ходят в церковь люди которые не молятся ну и что это их дело это не мое дело когда мне говорят что сделает господь на страшном суде кого она судит а кого помилует то я с удовольствием спрашиваю этого человека откуда он это знает кто будет и простите зачем тогда страшный суд если мы сегодня знаем как магометане будут осуждены или нет и в магометанстве есть суниты а есть шииты кто прав вы можете ответить на этот вопрос они ведь воевали и убивали друг друга вспомните войну Ирака и Ирана суниты воевали с шиитами и убивали друг друга тысячами почему я думаю что они не верующие люди верующий человек говорит о своей вере утверждает свою веру но никогда не будет никогда не будет командовать кому и как веровать я уверен что в этом зале нет ни одного человека которого я убеждал ходить в церковь или поступать так или эдак кстати здесь тоже я уже говорил о семье человека о котором мы с которым мы спорили о противлении злу насилия их сын Григорий Шиянов тоже был в этой демонстрации как она там называется московское дело сейчас называют обобщен вот гриша шиянов тоже был задержан за участие в этой демонстрации правда его вроде не судили но следователь допрашивал мил допрашивал нет можно я сам отвечу вот он сам григорий это мы думаем что этот человек который микрофон помогает это участник меня судили и позавчера закрыли дело за недоказанностью состава преступления здесь можно похлопаем отец так пожалуйста сейчас я уже обещал подготовиться Александр подробиннику сейчас мы григорий спасибо огромное он сзади там стоит следующий будет Алексей Кириллович Симонов Георгий Михайлович скажите как вы относитесь к сегодняшним преследованиям свидетелей иеговы и не думаете ли сказать слово в их защиту защиту говорить не буду я не правозащитник но любые формы преследования верующих мне противны я был в Соединенных Штатах и был в центре яговизма я не знаю в Соединенных Штатах яговисты существуют и ну по-моему по-моему не адвентисты не яговисты никакого зла государству в котором они живут не принесли ко мне на приход минимум десять раз приходили яговисты сравнительно молодые люди мы с ними беседовали очень благожелательно беседовали к сожалению они не учли что у меня докторская была ну одна из глав была по проблеме имени что такое имя там был вопрос о имени Божьем о чем шли споры капотокийцы Василий Великий Григорий Богослов особенно Григорий Низкий развивали учение об имени Александр вы свое имя это Александр подробейник да вы свое имя Саш любите равнодушно сказал относится с ним сложно отец Георгий мне сегодня передавали ну поклон привет от моего собрата священника Валентина Асмуса мы с ним довольно много об этом говорили отец Валентин я думаю один из образованнейших священнослужителей русской православной церкви так вот иеговисты ну искаженно учат об имени их учение об имени не совпадает с общехристианским учением об имени но повторяю любые формы преследования религии это зло я не знаю Саш как-то развивать нет я думаю все очень ответ ясен что что а это не сенсационированная отец Георгий здесь присутствует Юрий Метелкин проект старое радио вот он да аудиокнига которая издана была ваша и которая у нас отменилась по каким-то причинным непонятным в мае в мае месяце к вашему 85-летию вы знаете мы представляли в костроме вот все таки я хочу дать слово спонсору ну мы мы были с моим мужем Андреем писали вас карабаны и с нашими звукорежиссерами а Юра сегодня присутствует и вот мы написали что было 50 книг на самом деле у нас осталось 4 всего навсего и пожалуйста вот все таки ему потому что очень большой труд я не понял так что нужно Юре предоставить слово да потому что мы тогда ему не предоставили нет Володя будет рад предоставить слово Юр я здесь я здесь милости просим спасибо можно отсюда здравствуйте все у нас действительно я очень коротко постараюсь у нас в прошлом году должна была быть презентация вот этой аудиокниги право на правду которые одноименно два года назад которые одноименно этой книги они почти одновременно или одновременно как теперь говорят вышли мы с ну застрельщиком мотором этого проекта была Лена Глубаковская близкий друг отца Георгия а я только ей капал на мозги несколько лет она все время меня послала куда-то за Карабанова я говорил давай запишем голос отца Георгия тогда еще не было бумажной книги не было идеи издания бумажной книги это подтвердить что это правда да я говорил потому что я занимаюсь спасением звукового наследия и у меня есть проект такой может быть многие знают в сети старое радио который занимается спасением вот ноги кивают который занимается спасением нашего наследия звукового не только художественно-литературного но и интервью воспоминания встречи вот все что было наработано за очень короткий век записи длинного звука с сороковых годов потому что раньше было только короткая пластинка я и волонтеры помогающие мне мы спасаем и цифровываем и выкладываем это на страницах старого радио и аудиопедии потому что есть звук неформатный да там для радио но его тоже надо спасать он еще более ценен это одна единственная фонограмма одна пленочка которую надо цифровать и вернуть в современное культурное пространство то есть мы за руку переводим звук из невозможности его прослушать аналогово времени в современную цифровую эпоху для любого человека в любой точке мира на вот на телефоне приложение есть старое радио можете скачать бесплатное и в любой точке мира в любой момент бесплатно все заканчиваю значит вот эту книгу мы записали лена записывала звуки я редактировал потом мы вместе издали это на проекте ардис издательство и она вышла я обещаю что я вот на днях выложу ее на старом радио целиком в поисковой поисковой строке право на правду набьете максимум через пару дней ну конечно я выложу ее она и была бесплатно книгомерское издание и вы сможете ее послушать потому что сейчас издательство не переиздавало как я понимаю еще раз эту книгу но я предприму меры чтобы к какому это дате может быть еще раз сделать издание в каком-то количестве экземпляров и она поступит в карабановы или под еленом управление спасибо вам большое спасибо большое спасибо за ваши слова я обещал это будет последние вопросы реплика потому что мы заканчиваем формальную часть чтобы отец георгий не очень устал алексей симонов руководитель фонда защиты гласности я не буду задавать вопросов потому что и отец георгий устал да и мы слегка при устали но я хочу сказать вернуться к тому с чего мы начали мы вообще-то посмотрели кино я должен отдать вам должное потому что книги но у вас сделано сделано ну не до конца но сделано одним персонажем и я низко вам кланяю из-за этого персонажа это человек который не принимает отца георгия это человек который противоречит тому о чем вы все так наглядно подробно сыто рассказываете и отец георгий это чувствует потому что второе что он сказал он сказал у меня там нет оппонента дайте мне туда еще одного хоть ну хоть спросили бы у кого-нибудь в патриархии чтобы они хотя бы хоть сказали бы какие-нибудь гадостные слова про меня чтобы у меня темперамент проснулся значит но кино тем не менее благодаря ему кино состоялось не благодаря отцу георгию который замечательный который мой духовный отец и которого я очень нежно люблю а именно благодаря этому человеку который сказал да не и тогда хоть тогда все остальное встало на ноги ребята просто я вас поздравляю что он у вас есть спасибо алексей кириллович и скажите мне ответьте мне только на один маленький вопрос прокатное удостоверение у вас есть в ближайшее время я думаю что начнем мы закончили фильм буквально на прошлой неделе понятно то есть еще пока нету пока нет тогда я просто очень прошу значит имейте в виду поскольку широкого проката у вас все равно же не будет как вы понимаете на будущий год только что закончился фестиваль stalker на будущий год на stalker дайте эту картину дайте картину дайте картину потому что ну вот мы в этом году отпраздновали 25 годовщину с фестиваля stalker я 24 года там в жюри тем или иным способом я надеюсь что и я как говорится смогу этому каким-то образом хотя бы споспешить потому что она ее надо смотреть ее надо смотреть потому что она про очень важные вещи а что для stalker нужно прокатное удостоверение окей спасибо я просто не знала да мы постараемся просто два слова александр просто хочу поблагодарить за это потому что я и сам тоже считал своей самой главной ну я не журналист уже давно но все равно именно журналистку удачи вы же про него говорите совет по делам религии вот и даже вот не даст маша соврать когда мы монтировали то у нашего главного монтажера режиссера монтажа Михаил Бенивуд он тоже сегодня здесь был он просто увидел как у меня лицо расплывается в улыбке когда он начинает говорить то есть вот я там в тот момент сидел я понял что этот человек сделает кино вы абсолютно правы спасибо вам большое ну это кроме шуток еще раз хочу поблагодарить все-таки главного и настоящего героя этого фильма отец Георгий большое спасибо и за сегодняшний вечер и за встречу и то что в такую дальнюю дорогу с нами поехали сюда из Костромской епархии спасибо вам за все и надеемся еще и здесь и в других залах и местах еще неоднократно такие беседы с вами провести спасибо вам большое